МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наши старые друзья, и за нас тоже болеют, и мы за ней на этом этапе и мы тоже превратились в детей, и получаем от этого грандиознейшее наслаждение от общения с этими прекрасными мальчишками. В результате, как и бывает в таких случаях, победила дружба. Через несколько дней дружеский ничейный счет 1-1 был зафиксирован в Казани, в контрольном матче Оренбурга с Рубином. Наших вперед вывел Джорджа Деспотович и сделал это красивейшим ударом через себя. Похоже, такие голы становятся привычными для капитана команды. Казанцы сравняли счет во втором тайме с пенальти. А в минувшие выходные состоялась рабочая встреча губернатора Оренбуржья Дениса Паслера с руководителями и игроками клуба. Губернатор поблагодарил спортсменов и тренерский состав за профессионализм и красивую командную игру, и пожелал победы в предстоящем 20 октября матчи с крыльями Советов. Глава региона обсудил с руководством клуба ситуацию со стадионом, а также вопросы развития и создания футбольной академии. В целом, инфраструктуры, которая по регламенту положена команде, выступающей в российской премьер-лиге. Деспотович вручил губернатору футболку с номером один. После встречи с футболистами Денис Паслер посетил и другие объекты спортивного кластера в Ростышах. Спортивный комплекс с бассейном Юбилейный и Ледовый дворец, где смотрел хоккейную арену, а в раздевалке пообщался с юными хоккеистами. Официальная хроника. В Нижнем Новгороде на восьмом международном форуме «Россия. Спортивная держава» среди трех тысяч делегатов, разумеется, были и представители Оренбуржья, во главе с руководителем областного спорта Геннадием Лескуном. В рамках форума проходили совещания и дискуссии на актуальные темы. Наша область единственную отметили как положительный пример организации работы по нормированию затрат при подготовке спортивного резерва. В этом году в Оренбуржье начал реализовываться федеральный и региональный проекты «Спорт. Норма жизни». Главная цель – массовое приобщение людей к спорту и физической культуре. И потому в муниципальных образованиях запускаются в эксплуатацию универсальные спортплощадки, где установлены турники, скамьи, брусья, тренажеры и многое другое. Любой может позаниматься и сдать нормативы комплекса ГТО. Такие объекты были возведены в Солерецком, Сорочинском и Ясинском городских округах, Орске, а также Бугрусланском, Светлинском и Александровском районах. Раньше мы акцентировали свое внимание на больших крупных спортивных объектах, то сегодня мы пошли немножко вглубь, потому что нужно создавать условия, которые позволят каждому человеку прийти и свободно от работы, от учебы, время позаниматься для себя, для здоровья, для своего удовольствия. Мы ведь не просто так эти спортивные площадки сегодня отдаем. Мы проводим конкурсный отбор. У кого есть проблема в обеспеченности спортивных объектов, у кого выше уровень занимающихся физической культурой и спортом на сегодня, вот именно те сегодня становятся лидерами и получают право на обустройство вот таких площадок. То есть это еще не просто так ее получать, то есть это конкурс проводится определенный. Организуются новые спортивные мероприятия. Не так давно вот такая инициатива была реализована в Солерском городском округе. Там провели чемпионат по воркауту, то есть уличным занятием силовой гимнастики. Такого раньше, собственно говоря, не было. И мы полагаем, что Солерск в этом направлении стал первым. А в целом сегодня очень много детей, жителей, вот тех, кто самостоятельно занимается, особенно школьники. Для них это востребованная процедура. Сегодня вот эти спортивные тренажеры пользуются спросом. И самое главное, что это доступно практически в любое время с утра, с утра и до вечера и для всех категорий населения. В ближайшее время уличные тренажерные комплексы появятся в Бугуруслане, Медногорске, Оренбурге, Адамовском и Ташлинском районах. К концу года их будет 12. А за 6 лет реализации проекта такие площадки появятся в каждом муниципальном образовании. Анатолий Юденич, Сергей Пронь, Виктор Яковлев. Новости спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова